Сегодня в выпуске. 27 сентября. Ирик Елалов официально ушел в отставку. В Уфе стала известна дата открытия тоннеля, который соединит город с трассой М-5. И в столице Башкирии состоялась всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Горсовет Уфы принял отставку Ирика Елалова. Напомню, глава города еще 17 сентября подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. Его решение депутаты поддержали почти единогласно 26 человек из 27. С этого момента он покидает свою должность. Временно исполнять обязанности будет первый заместитель главы Уфимской администрации Салават Хусаинов, а Ирик Елалов намерен перебраться в Москву. Его кандидатура выделена на должность сенатора, члена Совета Федерации и Федерального Собрания, представителя Государственного Собрания Республики Машкортостан, Уралтай Республики Машкортостан. Окончательное решение о назначении на эту должность примет президиум Генерального Совета партии «Единая Россия». Тем временем Ирик Елалов поблагодарил депутатов Горсовета за их голоса и подвел итоги своей работы, а также рассказал, с чего начался его путь чиновника. Я, значит, успешно 10 лет занимался бизнесом, а потом вот случайно зашел в администрацию города, значит, поздравить одного из заместителей с днем рождения. Вот он, как и никак, там, в парелочке. Вот посидели чуть-чуть и зашел там мэр, на тот момент действующий, и буквально на следующий день мне сделали предложение, значит, перейти на работу в город, а именно в администрацию Октябрьского района. Именно тогда Елалов принял волевое решение. Оставил бизнес и ушел во власть. 18 лет он работал на различных руководящих должностях, в том числе и министра ЖКХ. Дороги, инженерные сети, жилье, благоустройство и демография. Елалов напомнил о многих своих заслугах перед УФОЙ. Он сказал, что за время его работы город изменился, но также признался в ошибках, которые совершил на должности мэра. Одно из главных своих ошибок, я считаю, что мы не учли мнение наших уважаемых уфимцев и горожан, и к нам остановили строительство скоростного трамвая. Не готовы тогда были работать напрямую с горожанами, с уфимцами, чтобы объяснить им эту задачу и проблему, которая позволила бы им качественно улучшить их условия проживания. Кто станет новым градоначальником, будет известно только после конкурса на должность мэра. Претендентов пока не назвали. Рустам Нурешев, Александр Кузнецов, Городской телеканал ЮТВ. Восточный выезд из УФО – один из самых масштабных инфраструктурных объектов России. Долгое время его строительство велось очень медленно или останавливалось вовсе. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Дорожный комплекс включает в себя панель, мост через белую объездную дорогу длиною 10 километров. Проект должен соединить трассы М5 и М7. Работы начались 26 лет назад. В 2004 году строительство заморозили из-за проблем с финансированием. Теперь денежный вопрос близок к разрешению. Правительство России выделит 20 миллиардов рублей на строительство восточного выезда. Мы ожидаем, что на следующей неделе состоится встреча с министром транспорта, где как раз на повестке будет стоять именно этот вопрос. На следующей неделе новости, я думаю, будут. Инвестор восточного выезда – башкирская концессионная компания. Срок соглашения – 25 лет. На это время она получит право о владении всем дорожным комплексом, проезд по которому станет платным. Стоимость проезда будет позже уточняться. Это будет уже распорядительными документами на уровне правительства устанавливаться плата. Но совершенно точно можно сказать, что она будет разумной. А пока проект восточного выезда даже не прошел госэкспертизу. В конце августа план получил отрицательное заключение. Башкирская концессионная компания уже подала на утверждение новый проект. Ожидается, что его одобрят в конце ноября. После этого начнется бурение тоннеля. Общая его длина по новой проектной документации, которая сейчас находится на утверждении главного госэкспертизи – 1279 метров. По две полосы в каждую сторону. Соответственно, тоннель будет оборудован всеми современными средствами управления дорожным движением. Генеральным подрядчиком выступил турецкий холдинг «Лемак». В списке построенных компаний объектов – аэропорты в Стамбуле и Лионе, мосты и плотины в Турции. Уфимский дорожный комплекс станет одним из самых крупных объектов, возводимых турецкой компанией. Общая стоимость работ составит 35 миллиардов рублей. Ответственность колоссальная. Желание поучаствовать в таком проекте, закончить строительство достойно и в сроке. Строительство тоннеля завершится через 41 месяц с момента одобрения проекта глав госэкспертизой. На самом известном долгострое Башкирии наконец-то забрежил свет в конце тоннеля. Андрей Шаригин, Никита Бычков. Городской телеканал ЮТВ. 1710. Бывают дни, когда по 15 километров. Я не знаю, сколько шагов это. Это очень много. Я обычно выбираю автобус, но хожу от 5000 шагов до 10 тысяч. Но очень редко, когда 10 тысяч шагов получается пройти за день. По 5000 – 33 тысячи. Но где-то 2000. А сколько шагов в день делаете вы? Современные гаджеты уже давно помогают контролировать этот процесс. По словам врачей, чтобы поддержать правильную работу сердечно-сосудистой системы, человеку необходимо проходить 10 тысяч шагов. Проходить важно и полезно, потому что, во-первых, это помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ, ну и, по большому счету, улучшает настроение, то есть психоэмоциональное состояние, улучшает иммунитет, кстати. Поэтому это универсальный способ, именно поэтому мы его и поддерживаем. Чтобы помочь населению следить за своим здоровьем, по инициативе Лиги здоровья нации в Кировском районе открыли оздоровительный маршрут «10 тысяч шагов к жизни». Он проходит через пешеходную часть улицы Ленина, парк Матросова, Софьюшкину аллею, сад Салават Юлаева и обратно. Очень здесь благоприятные условия, потому что Ленина у нас как раз здесь есть пешеходная зона и замечательных несколько парков. Я надеюсь, что другие районы города Уфы также поддержат эту акцию. Ну и, естественно, аналогичные маршруты будут построены в каждом населенном пункте республики Башкортостан. Первые 10 тысяч шагов сделали студенты, сотрудники различных организаций и сообществ, которые активно продвигают здоровый образ жизни в массы. Например, участники проекта «Живи активно». Его несколько лет назад запустила депутат городского совета Светлана Родионова совместно с компанией Уфанет. В парках и скверах города несколько раз в неделю проводят бесплатные занятия по скандинавской ходьбе. Вот начала только еще с февраля месяца ходить. И какие уже результаты, какие-то чувствуете? Три раза в неделю, но, хочу сказать, все-таки и ноги, и руки, и плечи все-таки лучше становятся. Вроде бы сначала это, а потом приходишь, на следующем уже все проходит. Да, все нормально. У нас всегда сначала разминка, потом хождение скандинавской ходьбы. Это не вынуждает. Кто как может по состоянию здоровья. А потом заминка. Мы очень довольны, мы очень рады, что мы ходим. Открытие тропы здоровья приурочили ко дню сердца. Его во всем мире отмечают 29 сентября. Поэтому в ближайшие два дня во всех медицинских организациях республики все желающие могут пройти обследование сердечно-сосудистой системы и получить рекомендации врачей. Алина Таюпова, Анастасия Худик, Андрей Шуняев. Городской телеканал ЮТВ. К 2035 году большая часть традиционных профессий либо исчезнет, либо перерастет в новые направления. Такое мнение высказывают эксперты. Уже сегодня такие понятия, как инстаграм-блогер или инфлюенсер, ворвались на рынок труда. Мы выяснили, какие профессии будут востребованы через 17 лет. Безусловно, новые профессии появляются каждый день, и уже сейчас они взрывают рынок. Номер один, безусловно, это профессии, связанные с гибернетикой, с работой с большими данными. Второй блок, я считаю, будет востребован что-то, что называется сейчас социальным работником. То есть люди, которые будут обеспечивать коммуникацию между человеком и машиной, помогать, скажем так, людям, может быть, старшего возраста с ограниченными возможностями адаптироваться к изменениям среды. Ну и третий момент, я считаю, что появится отдельный пласт профессий, связанных с, скажем так, анализом и контролем за цифровой средой. То есть можно их назвать киберполицейскими, как угодно, но это люди, которые будут контролировать защиту ваших прав, вашего прайваси в киберпространстве, чего сейчас тоже нет. Профессии будущего лишь одна из немногих тем, которые обсудили на форуме 2035 «Вгляд в будущее». В Уфе встретились эксперты в области инновационного развития регионов. Задача – объединить представителей власти, научных сообществ и бизнеса для улучшения технологичной среды в регионе. Мы, по сути, работаем системно над развитием неких программ, развитием активности у нас в Республике Башкорстан по формированию команд стартапов под реальные потребности экономики Республики Башкорстан с ориентиром на крупные федеральные венчурные фонды. На встрече эксперты обсудили вопросы, посвященные развитию региональной инновационной системы, поддержке высокотехнологичных компаний и, конечно, вопросы, связанные с подготовкой будущих специалистов. Ни в одном из университетов нет такого направления, которое бы называлось и выдавали бы дипломы инноватор. Инженер-инноватор, например, или экономист-инноватор. Этого нет. Наша задача – помочь молодым людям, которые в университетах вступили на путь научно-технических разработок, исследований, понять, что реально от них зависит будущее нашей страны. Форум «2035. Взгляд в будущее» при поддержке Госкомитета Республики по информатизации стал отправной точкой для возникновения благоприятной инновационной среды в Республике. Участники встречи посетили выставку научных проектов и обсудили технологические тренды и рынки будущего. Глеб Безбородов, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ 80-й юбилейный концертный сезон Малого зала Башкирской государственной филармонии открылся выступлением почетного гостя Евгения Авраменко из органной столицы России – Калининграда. В России все-таки органная музыка не связана с религией, и у нас прежде всего ассоциируется с концертным инструментом орган. Так что публика может быть самая разная – это и туристы, это и завседаты филармонических залов или прихожане церквей, где проходит тот или иной концерт. Почему именно Калининград – органный город, столица? Ну, учитывая множество факторов. Во-первых, в Восточной Пруссии до войны было органов больше, чем сейчас во всей России. Во-вторых, сейчас там проходит огромное количество и фестивалей, и конкурсов. Тот же конкурс Ривердиева, один из крупнейших в мире органных. Потом 10 духовых органов, где еще такое есть. У нас самый большой орган в России, единственный органный комплекс, у нас самый маленький орган в России, единственный частный органный зал в России. Ну, и органы появляются, появляются, и я надеюсь, все будет все больше и больше. Кроме органного фестиваля, в новом сезоне уфимцев ждут новинки – концертные программы и именитые гости. Это фестиваль камерной музыки, который называется «Классика над Белой рекой». И он пройдет в ноябре и декабре. Включат очень интересных пять вечеров. У нас подготовлен цикл концертов «80 лет за 8 вечеров». И мы покажем 8 интересных, ярких концертов, которые будут отражать историю лучшей страницы филармонии. И завершится это финальным концертом в конце апреля, юбилейным. Так что вот много-много сюрпризов и ярких моментов ждет нас в этом сезоне. А уже 5 октября стартует грандиозным концертом юбилейный сезон Большого зала Башкирской филармонии. Юлия Абдулина, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. Башкирские общественные организации получат техническое оборудование для проверки качества пищевой продукции. Об этом сообщили в Госкомитете Республики по торговле и защите прав потребителей. На помощь предприятиям придут люминоскопы и экотестеры. Благодаря им всего за несколько минут можно будет провести качественный анализ молока, определить частоту состава растительных масел и количество нитратов во фруктах и овощах. Люминоскопы и экотестеры смогут получить общественные организации, осуществляющие контроль за соблюдением прав потребителей. Для этого нужно оставить заявку в Госкомитете. В Уфе в ближайшее время появится 8 новых улиц, бульваров и скверов. Название для них утвердили сегодня на заседании городского совета. В Октябрьском районе Уфы сквер возле Дворца спорта назовут в честь Сергея Михалева, легендарного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев». Именно под его началом в 2008 году команда взяла золото чемпионата России. Напомним, три года назад Сергей Михалев погиб в аварии на трассе между Челябинском и Уфой. Именем Зои Космодемьянской герой Советского Союза назовут сквер у трамвайного кольца по улице Урицкого в Ленинском районе. В Кировском районе Уфы появится бульвар Назара-Наджми, а также улицы Марины Цветаевой, Булата и Машева, Солнечногорское просвещение, в Ленинском районе улица Дмитрия Купцова. На площади перед лайфстайл-центром Башкирия 10 октября пройдет ярмарка вакансий для молодежи, организованная Центром содействия занятости Уфы. Ярмарка получил название «Джоб-маркет». В ней примут участие работодатели, готовые трудоустроить молодых специалистов и образовательные учреждения, занимающиеся профессиональным обучением. Здесь можно будет получить юридическую консультацию по вопросам трудового законодательства и рекомендации по построению эффективной профессиональной траектории, а также пройти тестирование по профориентации. Принять участие в ярмарке смогут студенты и выпускники вузов и СУЗов Уфы, а также граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Аляски, парки и пуховое пальто. Самое время подумать об обновлении гардероба. Выбрать стильную, комфортную, а главное теплую верхнюю одежду поможет сеть специализированных магазинов Ахара. Взрослых и детей уже ждет новая коллекция на любой возраст и вкус. Ахара «Снуимидж» представляет очень широкий ассортимент для любого покупателя. Мужские, женские, подростковые в этом сезоне очень большой выбор. Разные цвета, разные фасоны. Все, что в тренде, все представлено в наших магазинах. Модели плюс до 62 размера. Поэтому на любого покупателя найдется нужная курточка и пуховик. Ахара – настоящий профессионал в сфере производства и дизайна верхней одежды. На российском рынке компании уже более 16 лет. А новый сезон «Осень-зима» – это актуальные модели прямого кроя. Модели с шарфами и с нудами, яркие и колоритные куртки с натуральным мехом енота. Сотрудники магазина – настоящие профессионалы. Они помогут не только преобразиться, но и расскажут об интересных трендах и новинках сезона. Модель невероятно колоритного желтого цвета. Цвет очень яркий, цвет успеха и процветания. Очень красивый и модный в этой сезоне. Также в этом сезоне набирает актуальность зефирно-розовый цвет, или еще, как его называют, цвет девочковый. Все наши куртки поддерживают все наши зимы, поэтому куртка будет согревать не только душу, но и тело. Невероятно модный оверсайз. Он в этом сезоне будет радовать всех любительниц этого стиля. Аляска – это вечная классика в новом прочтении. А подростково-молодежная коллекция в этом сезоне как никогда перекликается со взрослой. Легкие дышащие ткани, натуральный мех и утеплитель, надежная фурнитура – все это ахара. Порадует покупателей большая мужская коллекция, а модница оценит изысканные женственные пуховики платья. И, конечно, парки, которые сочетают в себе все характеристики современной и теплой верхней одежды. Удлиненный крой, защитный материал и практичная отделка. Традиционные парки в этом сезоне тоже представлены в различных цветах. Посмотрите, какой-то уже цвет принт идет здесь. А также для тех, кто не очень любит головные уборы, добавили новшество – это теплые капюшоны. Можно отстегнуть внутреннюю подкладку. Куртка превращается в более легкую. Бывают и очень холодные температуры, и очень низкие температуры. Вы пристегнете этот подклад, и вам будет тепло и комфортно. Точно не замерзнете. В магазинах Ахара можно легко и быстро оформить беспроцентную рассрочку с помощью сервиса «Рева Технология». А новая коллекция в огромном ассортименте ждет покупателей по адресам. Магазины Ахара на улице Первомайская, 31. В торговом центре «Центральный» и ТРК «Ремель». А также магазины «Сноу Имидж» в торговом центре «Мега» и «Планета». Уфани Ахара, одевайся в Ахара! Любая авария на перекрестке практически всегда парализует движение и образуются большие заторы. В утренние часы в Уфе на пересечении улиц Комсомольска и Бессонова произошло двойное ДТП. Это и стало причиной пробок по направлению к этому перекрестку. В первой аварии столкнулись бортовой грузовик «Манипулятор» и «Мазда». Совершая левый поворот, грузовик не рассчитал свои габариты и снес багажник легковушки. Отметим, что легковушке пришлось остановиться на середине перекрестка, так как на улице Бессонова из-за припаркованных автомобилей по обе стороны образуется эффект бутылочного горлышка. Спустя 40 минут на этом же перекрестке происходит еще одно ДТП. Пытаясь проехать затор, КАМАЗ-бетоносмеситель задевает темную легковушку. А за минувшие сутки на дорогах республики произошло 14 аварий, в которых 7 человек погибли. 16 получили различные травмы. В Нефтекамске в темное время суток под колесами «Фольксваген Пола» погиб мужчина, переходивший дорогу по нерегулируемому переходу. Отметим, что авария произошла на освещенном участке улицы. Страшное ДТП произошло в стиле Тамаки. Ночью на проспекте Ленина автомобиль Мазда 6-й модели влетел в попутный «Форд». После чего последовало столкновение со встречной «Ладой Калина». В результате водители Мазды и отечественной легковушки, а также пассажир Калины, погибли. В Салавате «Приора» под управлением местного жителя влетела в стоящий на обочине грейда. В результате погиб 28-летний пассажир легкового автомобиля, находившийся на переднем сидении. Водитель и еще один пассажир госпитализированы. Редактор субтитров А.Семкин